Доброе всем утречко! Посмотрите, какая на улице темень. Это я уже вышла гулять с собаками и собираюсь идти на работу. Сейчас они сделают все свои дела, и я бегу. Боже мой, сегодня последний день рабочий, и завтра я буду выходная. Слава Богу, я не буду просыпаться так рано, потому что реально уже организм настолько устал, что нету сил. Ой, ребятки, все, буду я заходить в тень. Вы меня не увидите. У нас на улице, посмотрите, снова куча снега намело, снова такая красота. Зимняя сказка опять вернулась. Но я уже не хочу этой зимней сказки, все, надоело. Хочу весны, боже мой, как я хочу весны. Апрель месяц, у меня в апреле день рождения. 8 марта хочется. Да вообще хочется просто солнышко и тепла. Так что всем вам шлю тепло, солнышко. и до встречи после работы. Привет, ребятушки, я уже дома. и вот тут зашла сейчас как раз хочу посмотреть ваши комментарии, комментарии на Кирюшкином канале. У меня с ним случилась неприятная вещь. В общем, я, у меня проблема. Я не знаю, что мне делать с собаками. Вот реально вообще не знаю. У меня они постоянно гавкают, когда меня нету дома. Или когда вообще никого нету дома. Вот сегодня я пришла на работу, и мне, о боже мой, в 8 часов утра звонят соседи. И говорят, что собираются на меня подавать в суд. По причине того, что собаки гавкают. Значит, получается так, что мы сейчас уехали отдыхать, и И я рано утром ухожу на работу. В 6 часов утра я ухожу из дома, и они начинают лаять. Поверьте, это, конечно, неприятно, но я реально не знаю, что мне с этим делать. То есть, я сейчас рассматриваю варианты обрезания голосовых связок. Я прочитала очень много информации, конечно, по варианту обрезания голосовых связок. Очень это неприятная процедура. Бывают очень плохие последствия. Поэтому этот вариант, конечно, остается на самый последний. И сейчас хочу купить же эти ошейники, чтобы можно было им одевать. Но я просто не знаю, что делать. На самом деле, до того, как соседи сделали у себя в квартире ремонт, то такой проблемы не было. Потому что, как бы, видимо, они что-то сделали со своими стенами, и теперь у них очень большая слышимость. Причем, слышу я их очень хорошо. Видимо, и они меня тоже очень хорошо слышат. Но, когда, конечно, гавкают собаки, это плохо. Получается, мы никуда не можем уехать отдыхать, ну, вечерами, да, там, до часов 10-11, погулять куда-то. Сами не можем поехать, потому что они гавкают. И, как оказалось, с утра я тоже не могу уйти на работу, пока никого нету дома, потому что они тоже гавкают. в общем, у меня катастрофически серьезная проблема, и я не знаю, что мне делать. Просто не знаю, что делать. Кирюшка с папой приезжают в понедельник. У меня страшно разболелась голова, просто безумная началась головная боль. На улице сейчас плюс 4. Но это не погода, это ужасно. Вот видели, с утра, какая была погода, я вам показывала. Снег шел, было морозно, был хрустящий снежок, было так хорошо. Сейчас плюс 4. И, чтобы вы понимали, через 2 дня будет минус 12. То есть, вот эти ужасные перепады, они просто меня выводят из себя. Мои головные боли нереально сильные, и мне очень-очень тяжело. Сегодня с работы я отпросилась пораньше, потому что все-таки 6 рабочих дней и 6 первых смен это очень напряжно, поэтому... Ой! Правда! Видите, отпросилась пораньше, и сейчас пришла домой. Хочу сегодня сделать борщик, и сегодня же сделала тушеную картошку, чтобы завтра ничего абсолютно не делать, возможно, даже не вставать с кровати. Честное слово, вот реально, возможно, даже не вставать с кровати. Единственное, чтобы выйти с собаками на улицу погулять, и все. Так что, сейчас у меня готовится бульончик на борщик, сейчас буду делать в мультиварке тушеную картошечку, и буду готовиться к приезду своих любимых, любимого мужа, и самой-самой-самой драгоценной моей доченьки. надеюсь, надеюсь, что им, кстати, моя ванна понравится, потому что я еще купила под нее, сейчас покажу. В общем, я никак не могу успокоиться, и я все покупаю, 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 и никак не могу угомониться. Вот мне так нравится делать в доме уют и комфорт. Сейчас покажу, что еще я купила. Вот такое вот полотенечко. на самом деле это позиционируется как коврик для ванны, то есть он вот туда вот ложится. Но я его купила под стиральную машину, потому что у меня стиральная машина уже как бы такая очень старенькая, и не очень здесь она симпатичная. Как бы я ее не мыла, все равно не очень красиво. И вот такой вот коврик на стиральную машинку. Здесь стоит же корзина для грязного белья. Ну, в общем, вот так вот это все. Подождите, а что у меня машинка не стирает? Почему? А, не стирает. Решила постирать свое пальто зимнее. Так что вот такая вот красота. И сейчас у меня готовится борщик. Здесь у меня уже готовится бульончик. И сейчас я буду делать мяско. Вот у меня мяско купила. Сверинку и буду делать тушеную картошку. кирочка у меня тушеную картошку просто обожает. Так что приступаем. Так, ну что, режу я мяско на картошечку тушеную. а потом буду делать заправочку для борщика. Заправочка это будет морковка, бурячок, томатная паста и чесночок. Вообще ничего не хочется, потому что какая-то адская головная боль у меня началась. и я конечно немножко чувствую себя припаскудным. Собаки тут еще возле меня ходят. Не совсем мне нравится, что они возле меня, потому что я на них злая. что я могу сделать. Шанти, конечно, сейчас тебе еще дам быстро. Надо за другой нож. Нож плохой какой-то, плохо режет. О, вот это же нож другой. Такая головная боль до тошноты. Прям вообще ужас. Мне так не нравится. Что стол этот считается. у меня сегодня какое-то депрессионное честно скажу состояние очень просто ужасное. Я думала, что я сегодня приду домой и так хорошо будет. Потом просто резко начала болеть голова. Я не знаю, может быть, она кстати болит, потому что я голодная, потому что на работе она сегодня кормили просто ужасной едой. я вообще не знаю, как можно такую еду давать людям. Они кормят такой пакостной едой. Мне тут не передать словами. Во-первых, начинается страшная изжога после той еды, которую они дают. Во-вторых, она постоянно на каких-то куриных кашах, типа пшенки, типа перловки, типа ячки. И ужасно страшные котлеты или еще какая-то беда непонятная, которую есть просто нормальному человеку невозможно. Я просто такое не ем. Поэтому мне очень тяжело привыкнуть к той еде, которую они нам дают. Дело в том, что продается еда платная. стоит она как в ресторане, грубо говоря, а как бы на вкус. Во-первых, она холодная всегда. Почему? Потому что микроволновки нету, она вечно на ремонте. чтобы вы понимали, кушает 500, а может и больше человек. И каждый в этой микроволновке пытается подогреть. микроволновка самая обычная, домашняя, самая простая и самая дешевая. И она очень часто ломается и очень часто чинят. В общем, когда ты покупаешь еду, ты платишь деньги, не маленькие деньги, чтобы вы понимали. И потом эти не маленькие деньги, ты кушаешь холодную еду, потому что ее подогреть невозможно, если микроволновки нет. А если микроволновка есть, то тебе нужно стоять и ждать в очереди, чтобы ее подогреть. А на обед у тебя всего лишь полчаса. То есть, чтобы простоять в очереди, каждый греет по минут 10-15. Вот ты приходишь, стоишь в очереди, тебе надо эту еду взять, купить, расплатиться, проходит минут 10-15 точно. А потом тебе еще надо пойти и разогреть. Короче, когда ты еду разогрел, тебе уже не до еды, потому что тебе нужно возвращаться назад. В общем, такая. Так, в общем, мясо у меня уже готово. Сейчас я мясо на сковородочку с морковочкой и немножко протушу. Потом сюда заброшу картошку и поставлю в мультиварку на тушение. И будет она у меня тушиться. Пошла к сковородке. Собаки хотят есть, а я им не даю. Дам каяем по кусочку мяска. Смотрите, как просят. Держи тебе кусочек мяска. Хотя свинину, конечно, собакам нельзя, но по маленькому кусочку можно дать. Всё! Каждому по одному кусочку. Отдыхайте. Морковка готова. Теперь вы всё должны соединить на целое и протушить. Всё! Теперь мяско на сковородке я сейчас его немножко обжарю. посолю. Солком посолю. А ещё обязательно я поперчу. Солким перчиком. И полу раз перемешать нужно, чтобы всё погремярилось. Потом я выключаю и ставлю мультиварку. Картошечка запечена чиха. И всё! Картошка тут у меня почти готова. В общем так, здесь у меня уже готовится капусточка с бульоном, здесь у меня бурячок с морковкой и с чесночком, а здесь у меня тушится мясо. Сейчас оно ещё немножко протушится и я тут добавлю морковки. Так что у меня практически всё готово. Я завтра предполагаю, что буду отдыхать. Сейчас что-то так становится нехорошо с этой головной болью. Я какая-то настолько расслаблена, что честно сказать, даже не слышу своего голоса. Я прям чувствую, что я падаю просто с ног. Так что сейчас буду доготавливать еду и буду идти наверное ложиться спать. Безумно организм требует отдыха. Пока.